Друзья, всем привет! Надеюсь, у вас будет несколько свободных минут, чтобы посмотреть это видео до конца, так как сегодня у меня для вас, я думаю, самый необычный проект, который я когда-либо делал на своем канале. На работу было затрачено большое количество времени и сил, хотя изначально я так не думаю. И уже через пару минут вы поймете, что я буду делать. А пока скажу, что для проекта я прикупил и использовал как основу утеплитель Penoplex толщиной 2 мм. Использоваться он, как вы поняли, будет не по назначению. Почему я выбрал Penoplex? Ну, во-первых, я уже утеплил весь свой дом этим материалом, еще в прошлом году, и за это время с ним ничего не случилось. Также важно для этого проекта, чтобы основа не впитывала воду. И тут я уже точно могу сказать, что Penoplex ее не впитывает. Ну и толщину в 20 мм я выбрал из-за того, что он немного гнется, а мне это и нужно. Лишь в одной части я использую маленький кусочек Penoplex в 50 мм. Итак, приступаем к работе. Многие моменты я буду пропускать, чтобы не затягивать видео. Для начала разложил 4 листа, которые надо скрепить между собой. Для этого я воспользовался клей-пеной FastFix. Она тоже себя неплохо показала, поэтому я не стал экспериментировать, а работал уже с материалами, которые сам уже испытывал. Так как листы надо склеить только по кромкам, то надо придумать, как их прижать. Я воспользовался двумя кусочками ОСП и быстрозажимными струбцинами. Сначала склеил по 2 листа между собой, а потом все вместе. Уже минут через 10 листы хорошо держатся и можно продолжить работу. А именно для удобства нанесу параллельные линии каждые 20 см, перпендикулярно длинной стороне. А теперь на этих линиях я ставлю точки, по которым будет нанесена основная разметка. Размеры брал примерно и по месту, никаких чертежей я не готовил. И вот спустя пару минут я готов соединить эти точки. Уже после этого будет складываться картина, что же я задумал. Ну как, догадались? Я думаю, догадываетесь, но можете ошибаться. Поэтому смотрим дальше. Далее по линии все вырезаю. Необходимо подготовить две подкладки из досок. Одна из них доска 20х100, которую немного укоротил и по одной из сторон сделал скос под 7 градусов на ленточной пиле. Эту доску я подкладываю и фиксирую к широкой части. Это будет задняя часть. А под переднюю я подкладываю брусок высотой 70 мм. Также на торсовочной пиле торсую доску 20х100 под углом 20 градусов. Ее я фиксирую к передней части, как на видео. А теперь беру еще листы пеноплекса и фиксирую их саморезами, изгибая по контуру основания. Или уже можно сказать по контуру дна. Ведь вы уже, думаю, поняли, что я задумал. И думаю, вы не ошиблись. Решил я сделать простую лодку с плоским дном. Но так как я вообще в этом ничего не понимаю, то начал искать в интернете, как лучше ее сделать. И могу сказать, что мы живем в очень классное время, когда есть интернет. На ютубе я наткнулся на канал Александра Голованцева, который как раз таки строит лодки подобным способом. Я решил ему написать, и вы знаете, он с огромным удовольствием меня проинструктировал и избавил от многих ошибок в будущем. Поэтому я считаю, что я не мог не рассказать об этом человеке. И попрошу вас после просмотра этого видео заходить к нему на канал и подписывайтесь. Заднюю часть, или так называемый транец, я сделал из пеноплекса 50 мм. Далее я все прикрутил, проклеил клеепеной и срезал все лишнее. После я нанес по бортам разметку, чтобы сделать форму похожую на лодку, и срезал по разметке. Казалось бы, лодка уже почти готова, но это совсем не так. Это лишь начало долгой и увлекательной работы, которая меня ждала. Попросил группу поддержки помочь мне вынести лодку на улицу. Работу с ней мне будет удобнее проводить там. Временные элементы можно убрать, они больше не понадобятся. Теперь расскажу, с чем предстоит дальнейшая работа. Съездил в спецмагазин и купил следующее. Стеклоткань конструкционная Т23, эпоксидную смолу ЭД20 с отвердителем ПЭПа и различные мерные банки, перчатки, шпатели. Буду обтягивать лодку стеклотканью в два слоя и пропитывать эпоксидкой. Ох и веселое это занятие, скажу вам. Сначала наносил смолу на корпус, затем накрывал стеклотканью, после чего руками ее разравнивал и пропитывал стеклотканью эпоксидкой либо кистью, либо пластиковым шпателем. В принципе, на ровных внешних поверхностях процесс шел достаточно быстро, но вот внутри, особенно в углах, было посложнее и подольше. Но заряженный энтузиазмом я шел к своей цели. Даже не знаю, получится у меня или нет. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Дополнительно установил сзади и спереди что-то вроде каркаса в жесткости. А еще смолак. Если ее налить больше 200 грамм и долго работать в теплую погоду, буквально начинает закипать. И твердеть на глазах прямо в емкости, не забывая ее расплавить. Так что, друзья, имейте в виду, работайте со смолой небольшими порциями. Далее предлагаю под веселую музыку посмотреть процесс поклейки в суперускоренном режиме. Это буквально на полминуты, чтобы посмотреть, как все это было. Погнали! Итак, лодка готова. Обтянута стеклотканью в два слоя, пропитана эпоксидной смолой и покрашена. Ушло полпачки 20-мм пеноплекса, около 25 метров стеклоткани и 8 килограмм смолы. Теперь хочется испытать труды, где-то на водоеме. Но вот незадача, как ее туда доставить. Машина-то у меня маленькая, нет багажника на крыше и нет прицепа. Ну что ж, звонок другу. Думаю, он не должен отказать. Ведь ему самому интересно, поплывет ли моя лодка. Так что звоню своему товарищу и коллеге по цеху Сереге, в канал Домашний Мастер. У него как раз для таких случаев есть большая машина с багажником на крыше и даже с прицепом. Но думаю, багажника на крыше будет достаточно. Я бы тоже его хотел одноблагодарить, поэтому заходите к нему на канал и передавайте от меня привет. Лодку на машину мы закинули с легкостью. Основательно ее закрепили, чтобы никуда не улетело, и стали выдвигаться к водоему. Так, ну что, момент истины скоро настанет. Мы уже на месте. Снимаем лодку и несем к воде. Да, вот будет грустно, если она развалится или утонет. Честно говоря, в тот момент я очень переживал. Ведь потрачено столько времени и сил. Но очень хотелось сделать что-то интересное и для себя необычное. Думаю, комментировать дальше не буду, а просто предлагаю посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, как вы видели, Лодка спокойно плывет. И такое ощущение, что даже меня не замечает. Попробовали залезть вдвоем, и тоже полет нормальный. Единственный недостаток это то, что белая краска не успела подсохнуть. Поэтому я пока плыл, успел прилипнуть к лавке и измазал шорты. Ну, соответственно, больше желающих измазаться, кроме меня и Сереги, не нашлось. И полноценный, скажем, стресс-тест лодка не проходила. Но я даже ни на секунду не сомневаюсь, что четверых она тоже легко удержит. Тут только вопрос удобства размещения. Она все-таки небольшая. Друзья, на этом я хотел бы закончить сегодняшний ролик. Надеюсь, вы оцените мои труды и поставите лайк под этим видео. А также не забывайте писать свои мысли или вопросы в комментариях. Буду рад почитать и ответить. Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!